Ну а сейчас первые сочетания, первые тройки и двойки защитников И у Кристалла, здесь все тоже без изменений Сахаров, Шастов, защитники и Юшков, Захаров, Гибер, тройка нападающих Первая пятерка Рысей, защитники Пучков, Бачков и нападающие Тамилов, Цибин и Тютчев Ну что ж, вчера мы с вами посмотрели умопомрачительный хоккей 12 заброшенных Шайбс, я уже говорил, самый результативный матч пока Среди всех, которые были сыграны в рамках плей-офф в этом сезоне До этого только Рыси вместе с Челнами на пару забросили 11, но вот теперь 12 И матч, конечно, вчера был сверх атакующий Напомню, со счетом 3-0 Саратовцы вели уже в первом периоде Затем пропустили 6 шайб подряд Счет стал 3-6, то есть поменялись настроения в корне После этого события Ну и вот после шестой шайбы Рыси Казалось, что уже все завершено Тем не менее, саратовцы взяли себя в руки Отыграли две и, в общем, можно было бы, наверное, и сравнивать Но слишком сильно раскрылись, получили седьмую И на этом, наконец, время матча уже и закончилось Поэтому 5-7 Первая победа в финальной серии осталась за красноярской командой Что насчет сегодня? Конечно, предполагать, что тоже примерно столько же заброшенных шайб будет заброшено, наверное, не стоит Обычно бывает прямо противоположная результативность Вот на следующий день после результативного матча Если позволить такую татологию Но мы вчера с вами неоднократно говорили по поводу того, что Прогнозы здесь Дело совершенно неблагодарное Сейчас первый опасный мог быть момент Но до броска дело не дошло Жирнов взорвется по левому краю Оставляет Бухарову Еще дальше бросок к воротам И Райко первый раз выручает своих После броска Мергалиева Это второе Третье сочетание саратовцев Как раз вот все три нападающих поучаствовали Жирнов, Бухаров, Мергалиев И пара защитников Дубовик, Халимов У Рысей на льду Четвертое звено Чехов, Родионов, Шама И защитники Смирнов, Арефьев Ну вот и у Кристалла сейчас четвертое тоже Сочетание появилось Как раз таки вместе с Чендаревым В защите Хотя нет, Чендарева сейчас нет на льду Потому что в паре с Шаманиным Как и вчера В данный момент Крамаренко Ну посмотрим Как эта перетасовка Будет действовать Может быть Крамаренко Сразу в двух ролях Сегодня будет играть А может быть это временное явление Так вот заканчивая прогнозах Мы говорили Неоднократно о том Что Может быть все что угодно Здесь в этой серии И удивляться Тем более после вчерашнего матча Наверное и нечему Все что могло произойти Во время Игры в хоккей Вчера Произошло Хотел сказать Что овертайма Еще не было Но и до него Чувствую я Дойдет Не сегодня Так В Красноярске Вполне возможно 17.46 До конца первого периода Счет не открыт И вбрасывание В зоне Дмитрия Райко Завязывал шайба в борьбе И контратака Передача Прострельная вдоль ворот Никто на нее откликнуться не сумел Вот только сейчас Тютчев Отдает на Цибина Анатомилова простите И Борьба у синей линии Очень активно Юшков Здесь в роли Защитника Шайбу выцарапал Но в итоге Все равно Она у гостей остается И Попытка Очередная Вывести на бросок Партнера Но вот только пока От синей линии И сразу же Захаров Здесь подставляется И смена Звено Романа Быкова На льду У Кристалла Вместе с Тимошиным И Кормиловым Кормиловым Ну а У красноярцев Звено Братское Князев И Братья Кожуковы Защитники Чеботарев Сафонов Вот так постепенно Весь состав Мы с вами вроде бы И Перебрали Повторюсь Что касается рысей То абсолютно Все то же самое Что вчера Жернов Закладывает вираж Уходит за ворота Дубовик Пистевой бросок Добивание Здесь могло быть В исполнении Жернова Но его не случилось Атака продолжается Яростная борьба За воротами В итоге Обесшайбели здесь Жернова Все того же А здесь Кожухов Юрий Передача под синюю Не точной оказалась И Болдин С открытым забралом На двух соперников Похвально Но малоэффективно Яростная борьба У борта Заканчивается тем Что перевод Верху На правый край Где Мергалиев Искал Болдина Сейчас Передачи Но в итоге Проброс Нет не Мергалиев Это был Любишкин Вбрасывание В зоне Кристалла Ну что Можно сказать По итогам Вчерашней встречи Взорвались Соцсети Саратовские Это конечно Просто удивительно Для меня лично Вы знаете Ни одно событие В этом сезоне Ни 2.13 От Чебоксары Последовавшие За этим Увольнение Главного тренера Нуржанова Ни блестящие победы Например Над Челнами Четыре подряд Домашние Ни проход В полуфинал А затем в финал После побед В плей-офф Кристалла Ни одно из этих событий Не вызывало Такого ажиотажа И такого Количества Комментариев Как обсуждение Этой темы Относительно Сокол-Рыси Это просто невероятно На протяжении суток Без остановки Идет спор Идет Борьба В этих самых Комментариях Вот Я уже вчера Все В общем Сказал на эту тему И статистику Привел И О регламенте Сказал В общем Всю эту ситуацию Описал Для тех Кто услышал Тот услышал Для тех Кто не услышал Я думаю Что тогда Повторяться бесполезно Так вот Последнее Что хочется сказать На эту тему Словами Покойного Сатирика Нашего Михаила Задорного Вот эту бы энергию Да на пользу Обществу Да на пользу Родине Вот Ну на самом деле Такое ощущение Все Больше этой темы Не касаемся Кристалл в атаке Гибер получает шайбу На синей линии И Бросок заблокирован Защитником Добивание Попытка Захарова Тоже по шайбе Не попадает Как следует И за воротами Риси ожидают Друг друга Смена И у саратовцев В том числе В обзоре В обзоре вчерашнего матча На сайте первенства Высшей хоккейной лиги Четко конечно прозвучала фраза Насчет того Что задачу минимум Красноярцы выполнили Одержав победу В гостевой встрече Бросок опасный Князева И Шпаков Шайбу отражает Задачу минимум Они выполнили Теперь задача максимум Это победа И во втором матче тоже Удаление первое будет В составе Саратовской команды Тема удалений Тоже очень болезненная Конечно вчера была Вы помните Сколько было стычек Сколько было Драк Ну и вот в том числе Про Хафизова Мы уже упомянули Который матч штраф Получил Ну одним словом Эмоции Перехлестывали Об этом и тренера говорили После матчевом интервью Ну и конечно Вот тоже Анатолий Степанов Отмечал Атмосферу Которую В Ледовом дворце Спорт Кристалл В эти выходные На том и на другом матче Огромное количество Болельщиков Я думаю что в Красноярске Тоже будет Что-то в этом роде Быков у нас отправился Отдыхать Толчок на борт Судьи Зафиксировали И первая попытка Разыграть лишнего В исполнении Рысей Тамилов А Тамилин передает На левый край Тамилов Почему Тамилин Непонятно В бросок выше ворот Атака продолжается Пучков Здесь обработка Шайпа не удалась И Жирнов Отправляет ее подальше Цибин Налево Бачков От Синий Вчера у него получилось Один раз добивание На сей раз Не точно Бачков Вчера Очень Серьезным Таким мощным Кистевым Кистевым По силе Превышающим Щелчок Некоторых Хоккеистов Отправил шайбу В ворота Напрямую Без всяких рикошетов Это выглядело Очень мощно Опасно вновь Ох какой рикошет Едва шайба Не заходит В пустой угол 46 секунд До возвращения Быкова Атака Рысей Продолжается Они очень здорово Ведут игру В большинстве Ну и вот сейчас Наконец удается Выйти Саратовцем Тимошин Аккуратно разыграл С Болдиным Который отдает Тимошину И бросок И это очень опасно Было сейчас Вот и контратака В меньшинстве И зажата шайба В углу Совершенно правильные действия Выигранное время Всего 13 секунд До возвращения Быкова И похоже Что в этом В большинстве Рыси Сделать ничего не успеют Тем не менее Князев входит в зону Аккуратно его встречает Сахаров Без нарушения правил Быков Возвращается на лед Сафонов Не удержал шайбу И устремляется За ним Юшков Вчера мы помним Как Александр Юшков Очень Вовремя выскочил В центре Атакующей зоны После того Как Подорожников Поборолся там В углу И Одним касанием Шайбу у ворота Отправил Но вообще шайбу На загляденье Вчера на любой вкус Мы видели И в большинстве И в равных составах Здесь до гиберта Передача не доходит Хотя дежурил он На пятаке И контратака Опасно может быть И Кожухов Отдавал на Попова И только Подставленная клюшка Защитника сейчас Ситуацию выручает Тем не менее Так продолжается Здесь не было Нарушения правил По мнению арбитров И контратака Дубовик направо Миргалиев Оставляет партнеру И После рикошета Шайба летит выше ворот Но Вторым темпом Сразу же продолжить Атаку не получилось Половина первого периода Сыграно Счет не открыт 0-0 Вчера было точно так же Бухаров Момент Бросок в ближний угол И не штангали там Показалось мне По крайней мере С моей позиции Что от Плина Райко Райба Срикошетила Именно в каркас Ворот Но это уже не важно Потому что Вновь ответная Атака Вот то же самое Вчера мы с вами видели Еще одно нарушение правил Я имею ввиду Вчера тоже игра Без средней зоны Практически шла Боюда острая От одних ворот К другим Перемещающаяся И Еще одно удаление Подножка на сей раз И это Герасимов Итак Первое звено Обороняется у Кристалла Захаров Сахаров Шастов И По-моему Юшков Ну а на льду У Рысей Первое звено Никаких тут сюрпризов Тамилов Бросает поворотом В ближний угол Чуть-чуть мимо Контратака Шастов Аккуратно На Захарова Который Не стал Сочинять ничего Покатил на смену Отправив шайбу За ворот Соперника Очень быстрая смена Получилась Всего 22 секунды В общей сложности Здесь дубовик Перехват Неплохо Жернов Аккуратный Бросок в сторону ворот И совершенно правильное решение Потому что Рикошетом Шайба в итоге Вылетает Заградительную сеть И таким образом Вбрасывание будет В зоне Райко 9 минут И 9 секунд Остается играть В первом периоде Шаманин Карамаренко Кормилов И Быков Такая четверка На льду У Кристалла Вбрасывание Выигрывают гости И звено Кожуховых Дропе Князева Красноярцев Сафонов Подбросок И Шпака В ближнем углу Удается Здесь Сохранить Шайбу В зоне Сафонов Но в любом случае Отойти Пришлось 43 секунды До возвращения Герасимова И два Шапагат Сейчас не уселся Линейный арбитр Насколько внимательно Он следил За перемещениями Игроков На синей линии От судей Тоже многое Зависит Тоже им досталось Вчера на Орехе В комментариях По не совсем Понятным причинам Ну возможно С удалением Хафизова Немножко Переборщили Но это Тоже все Относительно Опасный бросок Это был Князев Вновь он Шайбу получает 4 секунды До выхода Герасимова И В полном составе Кристалл Играет Свисток Арбитр Обрасывание в средней зоне Какие-то переговоры здесь Ведутся Интересно О чем Вроде бы никаких Объявлений нет Вбрасывание в центральном Круге Захаров против Синявск Нет Не Синявский Это Это Герасимов Возможно Герасимов за воротами Ни мы Ни мы Ни мы Ни рыси 1-0 1-1-0 Вот это Называется С мясом Так вот Запихивают Шайбы С мясом С кровью С какой С четвертой С пятой попытки А все С перехвата Началось Из паса Между прочим Ногой Тимошин Возвращаюсь Я еще раз К этому моменту Кто же там Оказался Игроком С решающим касанием Сейчас мы выясним Тут проблемы Даже у арбитров С определением Этого момента Халимов И Бухаров В ассистентах А Мергалиев Обратите внимание Так же как и вчера Открывает счет В матче Вот Сказал я о том Что попытался он С неудобной В начале Вот этого эпизода Ну вернее Не в начале А в разгаре его Голевого С неудобной руки Забросить Шайбу В ближний угол Как вчера Вчера получилось Сегодня нет Но затем Добивание Одно, второе, третье И в общем Короче говоря Шайба в воротах Оказалось 1-0 За 6-33 До окончания Первого периода Саратовца Саратовца Впереди Упрасывание Не удалось Здесь выиграть Тамилов Передача Под Бросок На пятак И никому Она оказалась Не нужна В этом эпизоде Простили Рыси Соперника Сейчас своего Вбрасывание В зоне Шпакова Илья Кожухов Против Любишкина Болдин Вывернулся Практически Наизнанку Но шайбу Вывес Из зоны Не вывес Выбросил Вернее С неудобной руки Еще один заброс На левый край Атаки Князев Мощный Князев И опытный Лучший Бомбардир Сокола В этом сезоне Падает Юшков Но здесь Ничего не было Рискованная затея Вот так играть За воротами Но уверен В себе Богатырев Синявский Бросок не опасный У него получился Но борьба продолжается И Попов Нет Богатырев Теперь подхватывает И уже Рикошетом От клюшки Шастова Шайба Выше ворот Летит Крамаренко В зону Вошел Подбросок Шайбу Оставил партнеру Неплохо Это все выглядело Бросал Тимошин Мошин тоже Вчера отличился Четвертая Шайба В матче На его счету Была Вчера Кто только не отличился В составе Той и другой команды И вот Первое удаление В составе Рысей Подставился Очень удачно Халимов Рухнул Налет И Судьи Однозначно Сказали Браво Верим Первое удаление В составе Красноярской команды Родионов Денис Родионов Один из самых юных Нет Самый юный Игрок Команды Всего лишь 19 лет ему Вот здесь сыграл Неаккуратно Это все В продолжении Разговора О невынужденных Ошибках И удаления С ними связанными Удается Отброситься Гостям В первые секунды Попытка прессинга В исполнении Томилова Недолго Жирнов Оказался Справа Почему-то Калимов Нет Здесь Шайбор Зону Не сумел Закрыть Шпакову Придется Играть Клюшкой Что он И делает Крайне Аккуратно Подождал Мергалиев Партнеров Сам покатил На смену Потому что Время Для первого Звена Сейчас У Кристалла Синявский Сафонов Васильев И Чеботарев Оброняется У Рысей У Рысей Почему У Рысей У Рысей Ну пока Все это Не опасно Тем временем Уже 34 секунды Остается До окончания Штрафного Времени Высокий Прессинг И Невозможность В связи с ним Покинуть Собственную зону Пока у саратовцев Ну вот передача На Быкова Проходит Придется Неудобный Нет Не стал Бросать Ох Как сейчас Правильно Сыграл Кормилов Это даже Было Слишком Хорошо Наверное Для этой Атаки Уже Голкипер Райко Переместился Окончательно В этом эпизоде В угол ворот И пройди передача Можно было Расстреливать Пустые Но этого не случилось В полном составе Рысей 2.20 До конца Первого периода Кромаренко Зону закрыл Дубовик Неудобно бросать Смещается Поэтому Право Прострельная передача И едва Тимошин Здесь уже Не подставляет Клюшку Еще один бросок В ближнем углу Райко Реагирует Дубовик Наброс На ближний угол Ворот И вот только сейчас Нет, не удается Вновь Болдин Здесь подчистил Споткнулся Об судью И вот может быть Опасный очень момент Почти один на один Выход И Шпаков Выигрывает Противоборство У Юрия Кожухова Атака продолжается Князев Вираж по зоне Заложил И очень опасно Еще раз было Это уже Илья Кожухов В ближний угол Не попал Гиберт Не стал рискованную Передачу отдавать Поэтому вот Так вот Парашютиком Князев Избежал положения Вне игры Но его сразу Тоже подкараулил Цибен Плотно здесь действует Саратовцева в обороне То, чего вчера не хватало В ряде моментов А уж если вспомнить Например Шестую шайбу Да и седьмую тоже Так там Совсем все впереди оказались А сзади Никого 13 секунд На завершение атаки У красноярцев В первом периоде И вот бросок Ложится Отважно ложится Под шайбу Бухаров Молодец На этом не заканчивается Первый период У нас 1-0 Единственная шайба Раниса Кристалл Рыси 1-0 После 20 минут игры Единственная шайба На счету Раниса Мергалиева Первая в матче Так же как и вчера Бросок Тютчева Из средней зоны Парирует Шпаков Но все-таки Сегодня другой Хоккей Пока по крайней мере К этому моменту Вчера было заброшено Уже 4 Здесь Сегодня команда Играет более аккуратно Это видно Невооруженным взглядом Ну и пока Можно сказать Уверенно о том Что более дисциплинированно Они действуют Удалений Было немного В первые 20 минутки А если быть точным То всего лишь 3 Убрасывание в зоне Кристалла На льду у красноярцев Первое Звено И второе Сочетание У саратовцев Пучков аккуратно Отыгрывает На Тютчева Герасимов здесь Тамилов Прессинговал на фланге И борьба продолжается В итоге Быков отходит За ворота Долгие сегодня И вчера Они были долгими Эти Паузы За воротами Когда розыгрыш идет Подготовка Вернее Еще этого розыгрыша Шайбы В атаку Стараются команды Не форсировать События Но это пока Пока еще половина матча Даже не сыграна А вот потом Все будет иначе В центральном круге Тимошен И Кожухов Нет Это Бухаров Был С советской стороны Ой-ой-ой Вот это вот Очень неприятно Было Не остановили Арбитра Добивание И гол Ох Сколько будет вопросов Теперь И сколько будет Комментариев К этой заброшенной Шайбе Поднимается на ноги Игрок Рысей Так Кто это был Сафонов Ну а поздравление Принимает Бухаров По-моему И вот пауза Пока что Совещание Арбитров Действительно Очень сложный Момент Но на табло Уже 2-0 Да Шайба Засчитана Да Бухаров Добавляет К голевому пасу Гол А соответственно Мергалиев К голу Голевой пас Ну плюс еще Дубовик был задействован В этой атаке Ну что ж 2-0 На второй минуте Второго периода Неоднозначно Эта шайба Была заброшена Но уже все Момент заигран И вбрасывание В зоне Кристалла На точке Васильев И Любишкин Реагирует Уверенно здесь Подставляя щиток Шпаков Подорожников Сегодня его Мы пока не отмечали Еще В игровых действиях Васильев Входит в зону Хорошая передача И Бросок Мимо ворот В исполнении Синявского Продолжается тут Спор с арбитрами В данном случае Смирнов Главный показывает Всем Что нужно Успокоиться И продолжать Играть Так Ну а что там Вопросы Какие-то Около Скамейки Запасных Кристалла Не вижу Я совершенно Со своего Ракурса Что там Происходит Ух ты С каким трудом Возвращается На скамейку Запасных Нет Не видно Мне отсюда Что за номер Возможно Это Шастов Судя по Восьмерке Или Юшков Юшков Да Что же там Такое Случилось С Александром Пропустил я Этот момент Возможно Силовой Прием Был Пропущенным Да Это Финал Не на жизнь А на смерть Здесь уже Все идет Совещание Капитанов И Судей В итоге Открывается Скамейка Штрафников Красноярских Рысей Платон Попов Получает Еще один Необычный Крайний Штраф За Отсечение Мы помним Что такой же Штраф был У Юрия Крамаренко Вот в этом сезоне Тогда мы отдельно Его в нашей группе Разбирали Кристалловской Очень Сложное Для определения Понятие Вот сейчас Есть возможность У меня Заглянуть Что же там Было В этом моменте Ага Юшков Принимал Пытался Вернее Отобрать Шайбу И плечом Плечом На движение Ему в колено Плечом Как бы Сзади Получается Врезался Один из игроков Рысей Сбил С ног Таким образом Ну да Под отсечением В целом Эта формулировка Подходит Юшков По-прежнему Со склоненной головой На скамейке Штрафников Очень ему больно Очевидно было В этом эпизоде Он не был готов Богатырев Почему-то Отправляется На скамейку Хотя Объявлен был Платон Попов Одним Двухминутным штрафом Не ограничится Трибуна требует Удаления До конца матча Итак продолжается Игра у нас Затянулась пауза Вчера тоже Это все было Тимошин бросает По воротам В итоге Не Попов А Богатырев Все-таки оказался На скамейке Штрафников И разыгрывает Лишнего Саратовца Добивание Еще одно Очень было опасно Райко Ворота спасает И Юшков Возвращается На лед Вроде бы Все в порядке Не хромает Минута 18 секунд До выхода На лед Пятого полевого У Рысей Юшков И не попадает Захаров По шайбе Еще 42 секунды Юшков В зоне Не нашел вариантов Кроме как Хорошая передача По борту В итоге Получилась За ворота И сам Юшков Бросает Мимо дальнего угла Шастов Закрывает зону Передача на Захарова Который в ближний угол Бросила щиток Райко Капитана Саратовцев Шастов Юшков Очень это было интересно Разыграно В полном составе Рыси Но чуть-чуть Гиберт не успел И выброшена шайба Неодев И гол 2-1 Вот так неожиданно Сокращается разрыв И что это Вновь Князев Главная ударная сила Нет Он отдает пас А шайбу Забросил Юрий Кожуков С передачи Как раз таки Князева Итак 2-1 Выстояли Рыси в меньшинстве И вот Сумели в первой же практически Атаке После уравнивания составов Сократить свое отставание Мергалиев За воротами Развернулся Кожуков Здесь Защитника Исполняет Перехват У Бухарова Вроде бы получился Но ненадолго Князев И перехват Дубовик направо Зачем-то Сейчас Жирнов Корпус поставил Но какой бросок Затем Нанес Поворотом В дальний угол И Райко не был готов К нему Это было заметно Среагировал Самый последний момент И вот проброс Очень Хлесткий Кистевой В дальнюю девятку Был направлен Любишкин И Илья Кожуков Разве не разыграли Шаманин Подхватывает Шайбу Уже в средней зоне Подорожников Ну очевидно Конечно После вчерашнего матча Что главная задача Кристалла Это не просесть Вот так же Во втором периоде Бросок Бросок Герасимова Забирает Райко Хотя шайба Казалось Летела выше ворот Но Без риска Без риска Вчера выдали Огненный Просто второй Период Красноярцы Сметая соперника На протяжении Всех 20 минут И вот В итоге Определяющим Стало Как выяснилось Позже Это преимущество И 4 шайбы Подряд Здесь пока 1-1 у нас Во втором периоде Немножко другой сценарий Думаю что Сергей Кровяков Конечно Очень Много времени Уделил Именно этому Компоненту До Захарова шайба Не дошла И контратака Рысей тоже Не получается Быстрой Юшков Вместе с партнером Шайбу отбирает Но здесь Попытка заработать Еще одно удаление Через подножку Но В этот раз Не поверили Судьи Так А здесь вот будет Удаление сейчас Шастова Здесь поверили Хотя падение было Если вы Посмотрите этот момент Еще раз Ну через секунду Полторы После касания Шастового Соперника И так Две минуты Кормилов Герасимов Быков И Крамаренко Вот такая четверка На льду У Кристалла Первым звеном Пытаются Атаковать Рыси Тютчик Быков аккуратно С неудобной руки Шайбу выбросил Есть возможность Смениться Дубовик появляется Мергалиев Ждет в свою очередь Жирнов Вот почти все И сменились В итоге Кроме Крамаренко Который сегодня Очевидно за двоих Уже теперь Можно об этом Уверенно говорить Играет Синявский Илья Кожухов Развернулся Не стал Торопиться А вот передачу Слишком сильную Отдал на обратно И Приходится выходить 55 секунд До возвращения Шастова Князев в зоне Здесь Читаемая передача На пятачок Поэтому И не Реализованная Вновь Юрий Теперь уже Кожухов По правому краю Отдает На Сафонова Еще дальше Князев И Шпаков На месте Ну Открыта Была Видимость Перед Галкипером Саратовцев Поэтому Парировал Уверенно Эту шагу Убрасывание За Саратовцем 9 секунд До возвращения Шастова Еще один Бросок Издали Рядом С ближней Штангой Шаманин Увязал Борьбу Родионову Кристалл В полном составе Но атака Продолжается Правда Выпускает Шайбу Смирнов И в четвером В четвером У Борта В итоге На Тимошину Удается Даже не Передачу отдать А ткнуть Просто В его сторону Но этого Оказывается Достаточно Гибер тут Остается И рвется Чехов По левому краю Его встречает Шастов И там же Захаров До Юшкова Пас не дошел Потому что Вовремя сориентировался Мякишев В этой обстановке К экватору матча Дело У нас подходит Бросок В ближний угол И гол Неожиданно Вроде бы все видел Шпаков Но Каким-то непостижим образом Шайба Проходит В щель Между голкипером И штангой И 2-2 Итак Платон Попов Сравнивает счет Вот это уже Больше похоже На сценарий Вчерашнего дня Хотя и С меньшим количеством Заброшенных шайб Напомню 2-0 Саратовцы вели Еще в начале Второго периода А тут еще и половина Его не сыграно А уже 2-2 Так Ну и что Да Вновь замена вратаря Ну можно было Наверное Сказать о том Что рановато Но это уже Не важно Потому что Шпаков на скамейке Запасных А в игру Вступает Сергей Павлов Сергей Павлов Саратовский Воспитанник Успевший В Ростове Отметиться Но вернувшись В конце концов На родину И в этом сезоне Вот Не с самого начала Но Практически С самого начала Сезона Павлов Стал таким якорем Который Так что здесь Не будет нарушения Правил Кормилов Был завален При попытке Выхода 1 на 1 Но судьи молчат Павлов стал таким якорем Учитывая ситуацию С вратарями В Кристалле В этом сезоне Учитывая что Их 7 человек Прошло С начала сезона Ну по крайней мере Было заявлено И вот Шпаков оставался Долгое время Единственным Которого не Касались Никакие изменения В составе Он в общем-то Играл все матчи В основном Пока не появился Шпаков И не стал Очень достойным Конкурентом Вот только что В финале Вот Дважды подряд Проблемы здесь Павлов выручает Сразу же В первом же эпизоде Ему приходится Демонстрировать Свои навыки И вбрасывание В зоне Кристалла А так Как это давно Было Я сейчас Вспоминаю Что сезон Начинал Матошин Денис Матошин Перешедший В нашу команду Также из Чебоксар Вслед за Многими Другими игроками Благодаря Сергею Нуржанову Но долго не Продержался Матошин В роли Первого номера Еще там Несколько человек Потом Заявлено были Ну в общем Все закончилось На паре Павлов-Шпаков Хороший момент Здесь Дубовик С неудобной Броском Это сложно Назвать Павлов Из ворот Выходит Не очень Точно Получился Пас Но Что пошло Здесь В этой ситуации Бухаров Едва Не накрыл Защитника Соперника Дубовик Дает Дает возможность Смениться Всем Заталкивают Тут на нашу На саратовскую Скамейку Богатырева Но он Сказал Что не будет Меняться Ни с кем Из саратов Поэтому Поехал Играть Дальше Любишкин Любишкин В расчете На бросок Вперед Подорожникова Который Так и сделал В итоге Два шайбы Не отобрал Но потерял Равновесие Мякишев Ну это очевидный Пас рукой Сейчас должен быть Фиксирован Конечно же Из средней зоны Через полплощадки В волейбол Сыграл Богатырев И Захаров С Родионовым Четвертое звено У Рыси На льду Первое У Кристалла Сгущается Напряжение На площадке Вот вчера тоже Оно было Безусловно Но вчера было Столько событий Что даже оно Как-то незаметно было Не так сильно По крайней мере Как сегодня А вот при счете 2-2 За 7.48 До конца второго периода Практически Физически Ощущается Кормилов На точке Вбрасывания Перехват Герасимова И хорошая передача Тимошин Чуть-чуть В такт не попал Вот здесь бросок И шайбу Райко В итоге оказывается Потому что Практически Акробатический Тют выдал Здесь Кормилов Подпрыгнув Так высоко Шайба Дошла До голкипера В итоге Кормилов На сей раз Против Чучева Да Требует Трибуны Естественно Удаления И в этой ситуации Но нет Ирасимов Как Томилов Клюшку Подставляет Быков Ждет Ждет Слишком долго Для данной ситуации Но все-таки Проталкивает шайбу Вперед На Тимошина Который играет С Жирновым Передача Опасный момент И можно было Забивать третью Сейчас Мимо ворот Илья Кожитов Потерял И в прорыве Мергалиев На правом краю На своем Мещается Подбросок И гол Браво Ранис Все сам сделал Сместился В центр И в дальний угол Три-два Да Вырос Мергалиев К плей-офф Безусловно Без передач Действительно Сам все сделал 62 номер Саратовцев Итак Три-два За шесть Небольшим Минут До окончания Второго Периода И Павлов Шайбу забирает Тоже Мергалиев Имел Непосредственное Отношение К хоккейному Клубу Ростов Это я Говорю тоже Потому что Про Павлова Мы уже вспоминали Играл в Ростове Ранис И вот Перебрался Саратов В этом сезоне В середине Бросок Павлов Реагирует Еще момент Да что ж такое Там Шайбы Сквозь Голкиперов Пытаются Отчаянно Переползти Через линию Ворот Сегодня Постоянно Но в данном Случае Сергей Среагировал На вбрасывание Васильев С Захаровым Так Шайба В итоге Осталась На точке Вбрасывания Вот только Сейчас Шастов Оттуда Вывел Довольно Любопытный Момент Как в регби Схватка А мяч На месте Вот так же И здесь Решили попробовать Судьи В другом Месте Вбрасывание Провести Потому что Как-то Не очень Получалось Теперь Уже Юшков Был На точке Вбрасывания Выиграть Не сумел Его Зато Сумел Прессинговать За воротами Успешно Шастов Хороший Бросок Рядом Со штангой И Попов Одного Прошел Сместился В угол Родионов Дальше За ворота Ну а здесь Вновь Юшков Подчищает В роли Защитника Какой Перехват И Тимошин Мог Сейчас Забивать Но вот Прессинг За воротами Был Образцово Показательный Сейчас Вновь Тимошин По борту Справились здесь Красноярцы Шама Не устоял На ногах Халимов Зону Закрыл С трудом Но получилось Это сделать А там На левом краю Никого не оказалось Потому что Жернов Только туда Собрался Момент Передачи Бухаров Неожиданно Неожиданно Шаманин Шаманин Подорожников Поехал Прессинговать Все правильно Неозер Один на один Выходит И сравнивает Счет 3-3 Ну образцово Показательный Здесь все сделал Конечно Движение В одну сторону В другую И все 3-3 Ну про Князева Уже столько Было сказано Что думаю Что ничего Удивительного Нет В этом эпизоде Отпустили На синей линии Очень так резко Он стартовал С места И Момент свой Реализовал Передача на счету Пучкова И за 3 минуты И 2 секунды До окончания Третьего Второго периода Счет у нас Снова равный 3-3 Захаров и Васильев Разыграли шайбу В центральном круге Первое звено Пристало на льду И третье У Рысей Попов Васильев Синявский Защитники Богатырев Мякишев Опасный момент Кросок Васильева Не точный Не точный Гиберт Мещается в центр Опять шайба Зажата в углу Пауза Пауза В итоге гости Ее к рукам Прибирают Попов Попов на правом краю Минута 35 секунды Минута 35 секунд До второго перерыва 3-3 Две шайбы Мергалиева Игол Бухарова Это авторы Кристалловских голов И Юрий Кожухов Попов Платон Попов И Алексей Князев У Рысей Кожухов Бросок в ближний угол Павлов Надежен Очень долгий у нас второй период Как и вчера Но если вчера это было связано Все-таки больше с Большим количеством штрафов То вот сегодня Просто много остановок Травмы там были Из очень неудобной позиции Халимов все-таки нашел Партнера передачи Мергалиев Вновь Халимов Какой рикошет Опасно было Последняя минута Второго периода Здесь Райко Все видел Любишкин Юрий Кожухов Будет искать партнера И находит его 4-3 Как же прошла эта передача Поперек Два защитника Параллельным курсом двигались Но тем не менее Вновь вот вчера Примерно то же самое мы видели 4-3 Впервые в матче Рыси выходят Вперед Сегодня И вновь у них в итоге Ярким получается Второй период Илья Кожухов Илья Кожухов С передачи Брата Вывозит Рыси Вперед За 33 секунды До окончания Второго периода И 4 шайба Какой силовой прием В исполнении Сахарова Все в рамках правил Еще раз Болдин Болдин здесь уже Спровоцировал Соперника Ну все недовольны Естественно Ну в общем Раскидывают Судьи Всех игроков В разные стороны Потому что Перерыв уже Поехали Шастов С неудобной руки Попытался шайбу в зону бросить В итоге она здесь Заметалась на синей линии Ох какой гол Какой рикошет После броска Тамилова Шайба попала В Собственного игрока И рикошетом Отскочила к партнеру Который в касание Под перекладину И отправил 5-3 34 секунды Понадобилось Рысим Отличился Тютчев Первая шайба Его в сегодняшнем матче Вообще Все 5 Кстати Забросили разные Хоккеисты Да Ну здесь Конечно С течения обстоятельств Счастливые Об этом Можно говорить Уверенно Еще раз скажу Бросок Собственного игрока И Подбор Не думаю Что это Домашняя заготовка Но тоже Это все уже Не важно Потому что 5-3 Быкова Прижимают К борту И хорошая передача Чуть-чуть Не сумела Ее зацепить Кормилов Не зафиксирован Тем не менее Проброс И поворолся Тимошин Дубовик Вираж Закладывает В итоге Сам себя Пробрасывает на ход Получает силовой прием От Князева Но все В рамках правил Хотя было похоже На блокировку Дубовик заряжает С края площадки Равмер Галиев А может Хэтрик Нет Отдает Дубовику Продолжается Атака Еще один Бросок Уже в пустой Угол Нанести Не удалось Дубовик Еще одно Подставление Опасный Момент Где шайба За воротами Она оказалась Вот здесь Уже точно Проброс Хорошая атака Кристалла Моменты Пора Использовать Чендарев Кстати на площадке По-моему Впервые В сегодняшнем матче Четвертое звено У саратовцев Использовать Сразу После возобновления игры Райко На месте Низкие приседания В исполнении арбитра Еще один Бросок Сходу Кстати Насчет этих Приседаний Общался я тут С представителем Судейского корпуса Настоятельные Рекомендации В этом сезоне По крайней мере Судя Не приседать Вообще При выбрасываниях Но вот не все Следуют этим Рекомендациям Очевидно Шаманин Встретил его Бачков Плотно На входе В зону И Тютчев Прокатился За воротами Цибин Но демонстрирует Владение И шайбой И территорией Красноярцы Цибин Еще одно удаление В составе Саратовского клуба Артем Захаров Это не подножка Но задержка Клюшкой И две минуты В формате 5 на 4 Звено Кожуховых На льду Красноярцев Вот Юрий с шайбой Сафонов Налево И бросок Попадает Защитника А именно Тормилова Трудом он поднимается С колена Но нужно игру продолжать Нет времени на смену Еще один бросок Павлов Сафонов Юрий Кожуков Засок издали Ох какой опасный момент Рикошет шайбы Падал уже В направлении Дальнего угла Но в этот раз Обошлось Минута и две секунды До возвращения Захарова Трибуны скандируют Вперед Саратов Отступать уже некуда Но приходится В меньшинстве это Сыбин Очень сильный пас налево Подбросок Цыбину Выше ворот Серия рикошетов С неудобной руки Нет это не опасно было Продолжается атака гостей Падают тут все в углу По очереди Как колонны И все таки перехват Жирнов Здорово отдал Номер Галиева Хороший возврат Жирнов Но нужно забивать Конечно такие моменты Райко Здесь выходит победителем Но Классная атака Жирнов И Мергалиев Здесь стоит все таки отметить Как они разыграли вдвоем Чувствуют друг друга И довели дело Вот до Опасного момента Но к сожалению Для Кристалла Поразить ворота Не удалось Выбрасывание в зоне Красноярских рысей 10 секунд до возвращения Захарова В полном составе Кристалл Тимошин Пытался на капитана Сразу отдать передачу Не получилось И Герасимов Блокирует бросок Попова Дальний наброс на ворота Ох как По бортику Прям прокатилось Бывает и такое А вот здесь Очень опасно Очень опасно Какой шпагат Павлова Оставляет он в игре Кристалл Правда Проброс За этим следует Вбрасывание За Кристаллом Тимошин Отыгрался Через борт На дриблинге пытался Князева Объехать не получилось Дубовик оказался На острие атаки В данной ситуации Но не стал заниматься Ни своим делом Еще один проброс 13.39 До конца третьего периода 5.3 Единственная шайба В этом периоде На счету Данила Тютчева Так, вновь Жирнов с Мергалиевым Здесь попытались Контратаку выскачить Правда, она притормозилась Тем не менее Неранис получает шайбу Прострелы Вновь нет броска Хотя Комбинация была Очень даже стоящей Смена Без нарушений правил Там обошлось В этой стычке У борта Юрий Кожуков Мякишев Юрий Кожуков Сам бросает Опять попадает Своего На Сера Савтамилова Так, а здесь что? Здесь бросок В ближней Сера Спавлов Надежен Богатырев Вылавливает шайбу В воздухе Но, видимо Не пересекла Она проекцию Линии Синий Богатырев Принимает Болдин На себя бросок А здесь Выше ворот Уже Шайб летит Время идет Рыси в атаке Но вот сейчас Болдин по левому краю Сразу двое его встречают Тем не менее Прорывается он еще дальше Там уже Третий соперник Цибин Неплохо Быков здесь Защитника исполнил Бросок заблокирован Тем не менее Будет еще одна Возможность Шастов направо И у Быкова Срывается Шайба с крюка Еще момент И кажется Это гол Да Да-да-да Шайба выскочила Из ворот Потому что Сетки она не коснулась Попала вот в эту Перегородку Посередине И из них вылетел Но бросок классный В ближний угол 4-5 Ну что Быков все-таки Забросил Не с первого Не с второго раза Но все-таки Получилось у него Это сделать Или нет Узнаем мы об этом Чуть позже А пока Арбитры отправляются Смотреть кино Не было еще такого Кстати В финальной серии В нашей Первый раз Но учитывая Как видите Не очень Долго шел Этот просмотр Игрового момента Просто подстраховались Арбитры Хороший гол 26-й номер Саратовского клуба Да Очень все похоже На вчерашний сценарий Вопрос в том Кому больше сил Хватит на концовку Кто меньше ошибаться Проброс Такой резкий Резким выходом В атаку Саратовцы вынудили Красноярцев Отброситься Бухаров Брасывание выиграл Сразу же бросок Жернова И контратака Брасок По центру ворот Шайба полетела И Ловушкой Павлов действует Уверенно Брасывание в зоне Павлова 10.56 Для сирены Красок заблокирован Ломается клюшка Томилова Томилова Кожиков Кожиков из окружения Двоих Вырвался А сумел Передачу отдать Какую-никакую До партнера Главное Что она дошла Тючев Вчера у Рысей Получилось Вывести Томилов Что бросок Будет здесь Будет Да Драйко на месте Гиперт бросал По-прежнему Обломки Клюшки Томилова На льду Не было еще Паузы Чтобы их Извлечь И вот только сейчас Проброс Очередной Линейный Заложил Вираж Площадку Убрал Привел в порядок И Пухаров Вновь На точке Вбрасывания Повторить Нужно будет Дубарик Даже кистевой В исполнении Но в защите Попал Падает Тючев Теряет шайбу Мергалиев Нет Не доходит Эта передача Одному в недодачу Другому в передачу Получилось Опасно В ближнем углу Павлов Болдин Обозначает Прессинг Брос По центру Безадресный И Болдин Попадает В клюшку Защитника То ли передача То ли попытка Броска была такая Шаманин Силовой прием Вот это уже Не по правилам Ну вы слышите реакцию Цибину досталось Да Блокировка Шаманин Две минуты Важный еще один момент Сейчас Потому что 7.42 до конца Третьего периода Итак Второе звено Вновь на реализацию Выходит Урыси Звено Кожуховых Езвено Быкова Усеченная Обороняется Но пока Вот в атаку Выходит Роман В предыдущем Меньшинстве Тоже хороший момент Удалось организовать Вновь на льду Игрок Ириси На сей раз Игра не остановлена Вот только сейчас По-моему Это Тамилов Врач появляется Нет Нет Это Юрий Кожухов 34 номер Ну Своими ногами Покидает лед Пожелаем здоровья Ну а что Судьи Пока Общение Капитана Смирнова Идет С одним из Главных Арбитров Но В итоге Составы Не меняются Численность Их Жирнов Дубовик Халимов И Мергалиев На льду Кристалла Ноль Затягивается Пауза Пообщались Теперь И С Сергеем Кровяковым Судьи Очень Долгое Вбрасывание Остается За гостями В итоге И Не поднимается Пока Алексей Врач Чудчев С помощью С помощью Партнеров Возвращается На скамейку Запасных И Еще Одно Удаление Теперь Халимов Вновь Заблокировку Да Все-таки Не обошлось Без большого Количества Удалений И Вновь Как и Во вчерашнем Матче Более Минуты У Красноярских Рысей На розыгрыш 5 на 3 Дубовик Крамаренко И Болген Остаются Играть Да Так и есть Сафонов Юрий Кожухов Налево Сафонов Бросок Подставление Шайба Летит Выше ворот Юрий Кожухов Бросок Коворотом Куда шайба Попала Непонятно В любом случае Отскочила она В сторону Практически стоя Сейчас гонит Ну не гонит Вперед Тут скорее Просто дает сил Ледовый дворец спорта Саратовской команде 24 секунды Это возвращение Шаманина Выверяют Выверяют Позицию Рыси Вот сейчас Бросок Выше ворот Дубовик Удается Вынести Шайбу Есть Следующую Атаку Вчетвером Уже должны Встречать Саратовцы Вот только сейчас Правда Появляется Шаманин И Павлов Шайбу фиксирует 5.34 до конца Третьего периода 43 секунды До возвращения Халимова 4.5 Шаманин По борту Все правильно делает Далеко Далеко Шайба Уходит Опасно Могло быть А здесь что? А здесь Павлов Реагирует На Подставление Томилова Еще будет Момент Опасный Сейчас Бросок Выше ворот Цибин Это был Бачков Павлов Реагирует Неприятно Было Попов Теперь уже Вновь Павлов Браво Павлов Все В полном составе Кристалл Ну и Кульминация Сегодняшней встречи 4.45 до окончания Третьего периода Одна шайба Разрыв В счете Бачков От синей линии Стреляет Попадает В Калимова Калимову больно И не может Он сразу подняться Попал по-моему В незащищенное место Сейчас Илья Бачков Но Калимов Герой Возвращается Самостоятельно На скамейку Меняет его Шастов Синявский Не дали здесь Даже Павлову Шайбу накрыть Сразу же Попытка выйти в атаку Дубовик за воротами Хорошая передача Проходит на Бухарова Дальше на Жернова Еще Какая комбинация И Дубовик ее завершал Но попал в защитника Но расчерчено Было здорово Крамаренко Неаккуратная передача Получается на Кормилова Нет проброса Кожухов развернулся Один раз Другой В итоге Только вот так За ворота Аккуратно Шайбу отправил Вновь Передача Неудобная Для Герасимова Поэтому вновь Застеряется время На эту борьбу В углу площадки Гиберт Подставлена Нога Смирнову там была Сейчас Поэтому В створ Шайба Не пошла Три минуты Ровно Окончание Третьего Периода Шаманин На правую передачу Не доходит Но Навязывает борьбу Вот здесь И тот же Шаманин И атака продолжится Чендарев за воротами Искал На пятаке Партнеров Но там никого не было Звовой Прием от Любишкина Такой полу Получившийся Тютчев Удерживает шайбу На помощь ему Тамилов Две минуты до конца Третьего периода Рыси в атаке Они знают что делать Сейчас шайба зажата у борта Синявский Павлов Перекладина Перекладина ворота спасает Тендарев Блокирует его проход По правому краю Полторы минуты Это выше В средней зоне По идее Должно было быть Брасывание Но видимо был все-таки Рикошет Поэтому В зоне Кристалла Все это произойдет И игра возобновится Очень много времени Не тратится сейчас на эту Борьбу в углу площадки Уже Меньше минуты До развязки Передача под бросок Павлов И Быков Смещается в центр Очень мало времени У Кристалла Мергалиев Сам бросает в итоге Райко Шайбу фиксирует И сразу же ее вводят В игру обратно Жирнов Стоят трибуны Нет там нарушения правил Дубовик Князев Опасный момент И все 6-4 За 16 секунд До окончания Третьего периода У нас получается Почти Полностью Один в один Соблюденный сценарий Вчерашнего матча Разница в счете Сокращается Саратовцами До одной Отчаянная попытка Сравнять И вот контратака Втроем здесь Оказались перед воротами Очень аккуратно Шайбу Друг другу Передавали Разыграли Комбинация удалась И 6-4 Красноярские рыси Одерживают вторую победу В Саратове Ведут в серии Со счетом 2-0 И в Красноярске Таким образом Могут уже Все и закончить Но Мы помним Как Саратов Играл В этом сезоне Вот эти 4 матча В Красноярске Я вчера об этом упоминал 7 очков из 8 Увезли Ну и вообще Кристалл Гостевая команда В этом сезоне Поэтому Конечно Ничего еще не закончилось Армилов Бросает поворотом Но конечно Вот 2-0 Вернее 0-2 По итогам матча В Саратове Наверное Не ожидали Ни те Наверное И ни другие Итак 2-0 В серии 6-4 в сегодняшнем матче. Красноярские Рыси в очередной раз продемонстрировали характер, отыгравшись дважды с 0-2 и с 2-3. Затем вышли вперед и больше уже соперника не пускали. Не подпускали к себе. Ближе, чем на одну шайбу сравнять счет, Кристалл так и не сумел. Ну а решающая последняя. Ну и она не решающая, она заключительная шайба в этом матче. Шестая была заброшена вот уже на последней минуте. Ну что ж, 0-2. Серия продолжится в Красноярске 14 и 15 апреля уже совсем скоро, на новой неделе. Будем смотреть трансляции из Красноярска. Ну а эти два матча в Саратовске вместе с вами смотрел Андрей Григорьев. Спасибо за внимание. Смотрите хоккей, болейте за своих. Счастливо. Счастливо! Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...